Этих парней фанаты киберспорта сравнивают с Овечкиным и Акин Феевым. Добро пожаловать на WatchMojo Россия, и сегодня мы представим топ-10 выдающихся СНГ Дота киберспортсменов. Прежде чем начать, хотим напомнить, мы публикуем новые видео каждый день, так что не забудьте подписаться на наш канал и включить оповещения о наших новых видео. В этом списке мы расскажем об успешных игроках в Дота, родившихся на постсоветском пространстве, которые либо добились больших успехов на турнирах по этой игре, либо имеют все шансы сделать это в ближайшем будущем. Номер 10. Кристалайз. Владислав Кристаник. О Владе активно заговорили в сентябре 2017 года, когда он был приглашен в состав команды Natus Vincere. Есть вот волнение? Конечно есть. С легендой можно сказать, что Доты буду ехать. Родился геймер 8 августа 1999 года в украинском Ровно. Внимание к себе молодой игрок привлек, выступая на позиции Керри в составе микса Чу Той. Набрав более 8000 ММР, Владислав вошел в число топ-50 обладателей наибольшего соло-рейтинга в европейском регионе. Игрок отличается скромностью, а его товарищи по команде главными преимуществами Влада называют спокойствие и рассудительность. И эти черты помогают ему справляться с эмоциями и принимать верные решения в сложных ситуациях. В ноябре 2017 года в составе Рожденных Побеждать Влад выиграл первый турнир Adrenaline Cyber League. Номер 9. Роджер. Владимир Никагосян. Представитель российского Липецка. Этот экс-игрок Na'Vi теперь выступает за Virtus.pro на позиции саппорта. А первых серьезных успехов игрок добился в составе Team Empire, когда его команда, принимавшая участие в The International 2017, в качестве потенциального аутсайдера разделила высокое седьмое место. На турнире ESL One Котовица 2018 команда Virtus.pro одержала победу, а Роджер по результатам голосования был признан лучшим игроком турнира и в качестве награды получил ключи от новенького Mercedes-Benz. В этом же году вместе со своей нынешней командой стал победителем турнира The Bucharist Major. Номер 8. Айсберг. Богдан Василенко. Украинский игрок, участник молодой организации Winstrike, известен как один из лучших мидеров СНГ, что отмечал даже известный киберспортивный комментатор Гранд Харрис. Богдан с разной степени успеха выступал в составе многих команд и стаков, но в последнее время ощутимо прибавил, особенно в своей самой сильной стороне, игре на свободном пространстве. До того, как увлечься Dota, айсберг серьезно занимался боксом. Возможно, это сказывается на его нынешнем стиле игры. Кстати, у Богдана есть брат-близнец, Ярослав, известен как Пикачу, менее раскрученный, но почти столь же сильный игрок. Номер 7. Близи. Евгений Ри. Киберспортсмен из Кыргызстана, до недавнего времени защищавший цвета Vega Squadron, а в сентябре 2018 года ставший одним из Na'Vi. Начал свою киберспортивную карьеру в составе микса NoLifer 5, который впоследствии был включен в клуб MVP, представляющего Южную Корею. Зарекомендовал себя как трудолюбивый и талантливый оффлейнер, у которого есть большой потенциал для развития. Номер 6. Паша. Павел Хвостунов. Павел Хвостунов зарекомендовал себя как один из опытнейших и стабильных российских оффлейнеров. Начал карьеру еще в 2013 году, выступая в составе различных полупрофессиональных миксов. Первые серьезные достижения киберспортсмена связаны с выступлениями за Vega Squadron, вместе с которыми он стал чемпионами ESL One New York 2015. С 2016 года выступает за Virtus.pro, вместе с которыми добился множества высоких мест на различных мейджорах. Номер 5. Magical. Иден Варданян. Еще один игрок с большим потенциалом, призванный привести НАТО с Винцера к новым победам. Сменивший легендарного Дэнди, Иден надежно закрепился среди лидеров европейского рейтингового дивизиона. Представитель Харькова обратил на себя внимание благодаря высокому уровню индивидуального мастерства и трудолюбию, а также глубокому пониманию игры. Номер 4. Рамзес. Роман Кушнарев. Новокузнецкий киберспортсмен заслуженно считается одним из самых востребованных и талантливых дотеров. Своих первых успехов добился вместе с организацией Team Spirit, сумев квалифицироваться на Shanghai Major 2016. Затем молодой Кэрри выступал в составе Team Empire, а с августа 2016 года стал частью Virtus.pro. В мае 2018 года журнал РБК включил романов в топ-20 героев завтрашнего дня, назвав одним из молодых людей, создающих новую экономику и культуру страны. Рамзес также успел засветиться и на рекламном поприще, став амбассадором американского бренда шампуней Head & Shoulders. Номер 3. Соника. Акбар Бутаев. Этого уроженца Ташкента его коллеги называют прирожденным лидером и первоклассным саппортом. В свои сравнительно молодые годы является многоопытным игроком, чей уровень признан во всем мире. Примечательно, что за время своей киберкарьеры Соника дважды погибал в состав легендарных НАТО Свинсера и дважды возвращался в команду. В августе 2018 года Акбар занял первое место на европейском сервере, что примечательно, играя при этом за саппортов. Номер 2. Резолюшн. Роман Фоминок. В свою первую профессиональную команду ICCup Роман пришел в 2013 году и сразу же начала привлекать внимание поклонников киберспорта, сумев вместе с командой добраться до финала Starladers Star Series Season 6. В дальнейшем выступал за такие известные команды, как Virtus.Pro, Rocks.Kiss и Team Empire. Позже, редкий случай для игроков из СНГ, играл в американском Digital House, вместе с которыми занял второе место на International 2016. В дальнейшем, выступая за различные коллективы, укрепился в статусе одного из лучших игроков СНГ. Номер 1. NoOne. Владимир Миненко. Лидер Virtus.Pro Владимир Миненко начал профессиональную карьеру в 2014 году в составе организации Vega Squadron, успешно показав себя в игре на Мидлейне, приведя команду к победе на ESL One New York 2015. Вместе с Virtus.Pro добился ряда побед на турнирах высокого уровня, демонстрируя зрелую и умную игру. По мнению экспертов, NoOne входит в число лучших мидеров мира. Понравилось наше видео? Каких дотеров мы забыли? Напиши об этом в комментариях. Смотри другие интересные ролики на WatchMojo Россия и подписывайся на наш канал, чтобы смотреть новые видео каждый день.